В интернете полно обманщиков и мошенников, но никто не искажает правду так, как инфлюенсеры. Они имеют огромную онлайн-аудиторию, которую они обманывают самыми разными способами. От международного отмывания денег и махинаций с криптовалютой до хитрого фотошопа. И хотя не всё из этого вредит, это всё-таки вводит в заблуждение. А когда видишь ложь, остаётся сделать только одно – раскрыть правду. Давайте посмотрим, как инфлюенсеры, которых поймали на лжи подписчикам, справляются с такими неловкими и неприятными ситуациями. Динг-доинг-дураки Вы слышали о криптовалюте? О биткоине или эфириуме? Если нет, то в какой пещере вы так долго жили? Криптовалюта – это цифровые деньги, транзакции которых обычно зашифрованы и анонимны. Если вы думаете, что это сомнительно, вам стоит знать, что почти любой человек может создавать или приобретать криптовалюту. В случае с физическими деньгами на рынке есть множество правил для банков. Но криптовалюта не проходит через банки, и все транзакции не регулируются финансовыми надзорными органами. А значит, криптовалюта – это такой финансовый дикий запад. И всякие предприимчивые личности то и дело придумывают новые деньги. Если они популярны, то их стоимость взлетит, и вы станете миллиардером. Но в противном случае стоимость рухнет и может даже привести к банкротству. Все поняли? Хорошо, запомните это, потому что мы поговорим о блогере и профессиональном идиоте Логане Поле. Логан так прославился из-за скандалов, что, согласно некоторым опросам, он стал самым нелюбимым инфлюенсером во всем интернете. В мире Ютуба это означает почти 6 миллиардов просмотров на канале и более 23 миллионов подписчиков. С такой аудиторией участие Логана в создании криптовалюты было лишь вопросом времени. В июне 2021 года он начал продвигать новую валюту DingDoing, в рекламе которой он мелькал несколько раз. Утверждалось, что это новый хит на рынке криптовалют. Люди стали говорить о проекте и вкладывать деньги. И когда он запустился в конце июня, цена DingDoing была высокой. Не такой высокой, как у биткоина, но весьма впечатляющей. Где-то на миллион двести тысяч долларов инвестиций. Затем произошло что-то странное. Анонимные разработчики продали всю свою валюту DingDoing. Из-за этого ее стоимость рухнула на 89% за одну ночь, и многие разъяренные инвесторы спрашивали, куда делись их деньги. Это классическая схема памп и дамп. Создатели DingDoing, кем бы они ни были, искусственно повысили стоимость валюты с помощью Логана, а потом скрылись с деньгами. Даже когда я делал это видео, ее стоимость опустилась до 2,5%, и она продолжает падать. Я могу догадаться, о чем вы думаете. Стоял ли Логан Пол за созданием DingDoing, или он правда ничего не знал? А главное, получил ли он с этого прибыль? На самом деле никто не знает. Не забывайте, криптовалюты почти полностью анонимны, так что сказать сложно. В любом случае, DingDoing – это явно мошенничество, а так как Логан активно ее продвигал, возникает парочка вопросов. И если он стоит за обманом, то это лишь подтверждает, что Логан еще тот дурак. Дело семейное. После этого, наверное, неудивительно, что Джейк Пол, младший брат Логана Пола, который тоже известен в интернете, пошел по стопам брата. Его аудитория превышает 20 миллионов, а просмотры 7 миллиардов только на Ютубе. И кажется, он решил использовать поклонников для продажи NFT. Подождите секунду, что такое NFT? Это невзаимозаменяемый токен, то есть такой токен нельзя заменить никаким другим. Эти токены могут быть чем угодно, но обычно это рисунки, и их можно купить на криптовалюту. Их стоимость тоже меняется. Хотя NFT могут выглядеть одинаково, простите, то есть заменяемо. У них разные наборы данных, а потому они уникальны. Они выглядят одинаково, но это не так. Просто потому что. В начале 2021 года Джейку заплатили 178 тысяч долларов в рамках нераскрытой транзакции через Эфириум. Примерно в то же время он отправил твит, которым утверждал, что создал свой рисунок в рамках NFT-проекта Лига Священных Дьяволов, повысив его общую стоимость. Была только одна проблема. Когда он дал ссылку на свой криптокошелек, все могли увидеть, что Джейк получил ту большую сумму. И когда ее отследили, оказалось, что ему заплатила Лига Священных Дьяволов. Джейка обвинили в том, что ему заплатили за продвижение бесполезного NFT, и он не указал, что твит был рекламой. По моему мнению, это похоже на мошенничество. Но Джейк еще не закончил. Он назвал свой NFT-проект StickDix и продает его преимущественно подростковой аудитории. Но пока еще рано говорить о том, обман это или нет. На первый взгляд, это выглядит так же сомнительно, как и любой другой NFT-проект. Да и вообще, учитывая неприятную историю Джейка с Лигой Священных Дьяволов, я бы не вкладывал деньги в проекты, связанные с семьей Полов. Пссс, у меня есть инсайдерская информация. Если вы хотите видеть отличный контент, надо вложиться в этот канал. Просто нажмите «Нравится» и подписаться, и все. А теперь продолжим. Детский обман С каналом на более миллиарда просмотров FaceClan является одной из самых известных киберспортивных организаций. Ее участники играют в Call of Duty, Fortnite, FIFA и, разумеется, на крипторынке. В июне 2021 года, уже в удаленных твитах, члены FaceClan объявили, что они станут послами нового благотворительного токена под названием Save the Kids. Есть организация Save the Children, но они не связаны. Хотя их логотипы подозрительно похожи. FaceClan даже записали видеообъявления, которые они распространили по соцсетям, заявив, что будут выделять свои криптобогатства на благотворительные цели. Но это была ложь. Как и Динг Доинг, стоимость Save the Kids поднялась в день запуска, достигнув 32 десятитысячных цента 12 июня и получив 7700 держателей токена. Они даже собрали 150 тысяч долларов для благотворительности в тот день. Но к 23 июня Save the Kids избавились от большинства токенов, снизив стоимость валюты до 0,012 цента. Она даже сократилась на 50% через 2 минуты после запуска, так что обман был очевиден. Подписчиков FaceClan убедили купить валюту якобы ради благотворительности, а потом всё продали и прикарманили прибыль. Насколько большую? Но FaceClan продал токены на 6 миллионов 200 тысяч долларов, а другой член клана и к тому же известный читер FaceJarvis продал до 2 трети своих токенов. Как же FaceClan отреагировали на обвинения в продвижении обманной схемы? Удалили свои твиты, конечно. Они обещали стать послами, но как только потекли деньги, проект забросили. Если бы не призывы к ответу, могло бы показаться, что ничего и не было. В итоге члены команды, рекламировавшие Save the Kids, были вынуждены объясниться. Но они не взяли ответственность на себя, а обвинили менеджера и уволили его. А что думаете вы? FaceClan действительно рекламировали бесполезные токены из-за менеджера? Или это был пиар-ход, чтобы спасти их шкуры? Поделитесь своими мнениями в комментариях. Инста-обман Большинство ютуберов, которых поймали на мошенничестве с криптой, пытались замести следы, но не все обманы инфлюенсеров легко скрыть. Не так давно Кайла Масса имела примерно 300 тысяч подписчиков в Инстаграме в аккаунте с ником KGoldy. В этом профиле Кайла постила фото своей гламурной жизни, а также пачки наличных, и утверждала, что ее подписчики могут заработать серьезные деньги. Однако это оказалось простым мошенничеством. Жаждующие денег люди написали Кайле, и она попросила их прислать данные их карт, а еще детали банковских счетов. Если вы хоть что-то знаете об интернет-мошенничестве, это не просто красный флаг, а целый парад. И хотя большинство людей не ответило, Кайла получила персональные данные с 45 подписчиков. Затем она отправляла чеки на их счета и снимала все деньги до того, как банки понимали, в чем дело. Когда до жертв наконец дошло, Кайла уже заблокировала их. Обманутые люди остались без денег, да еще и с долгами перед несколькими компаниями. Не похоже на обещанные богатства. Эта схема принесла Кайле более полутора миллионов долларов. И что еще хуже, многие из обманутых пользователей были лишь подростками. Справедливость восторжествовала, когда почтовая служба США заметила, что украдено более 50 бланков на переводы. Началось расследование, и было найдено видео, на котором Кайла и 9 сообщников забирают чеки-обманки. В официальном отчете говорилось, что все 10 человек обвиняются в банковском мошенничестве с переводами. Путь из Инстаграма до тюрьмы долгий, но я рад, что мошенницу поймали. Когда Джоанна Олсен из Швеции стала путешествовать и делиться впечатлениями в Инстаграме, она внезапно набрала тысячи подписчиков. Скоро она стала жить как инфлюенсер, а так как она продолжила путешествовать, ей поступили предложения прорекламировать бренды. Но после того, как Джоанна съездила в Париж и выложила пост с рекламой магазина одежды Pretty Little Thing, у ее подписчиков возникли вопросы. Некоторые снимки Джоанны из Парижа выглядели не совсем подлинными, точнее, они казались отфотошопленными. Ее завалили вопросами. Ездила ли она вообще в Париж? Покидала ли хоть раз Швецию? Был ли ее образ жизни просто обманом ради получения денег от брендов? И еще, как часто бывает с такими скандалами, главным был один вопрос – как отреагирует Джоанна? Позже она объяснила, что правда была в Париже, но ей так не понравились снимки, что она прифотошопила другой фон. Она призналась, что это выглядело далеко от идеала, но настаивала, что не лгала о путешествиях по миру. Также возможно, что Джоанна настолько ненавидела свои костюмы, что она не хотела показываться в них в Париже. Не самый удачный исход для нее и тем более для спонсора. Грязный секрет. Не у всех всегда идеально чистая квартира. Однако есть большая разница между неубранным домом и жизнью в настоящей грязи, как с удивлением обнаружили некоторые подписчики. Перед вами Лиза Ли, инфлюенсер из Китая. В своем аккаунте Лиза постила фотографии гламурной жизни, полной путешествий, вечеринок и шикарных дорогих ресторанов. Казалось, что она живет просто идеально, но одного человека не обманул этот фасад – госпожу Чен, домовладелицу Лизы. Когда Лиза не ответила на ее звонки в 19-м году, она устроила экскурсию по квартире. После публикации видео подписчики Лизы были в шоке. Оказалось, что несмотря на гламурную внешность, ее жилище было отвратительно. Мусорные баки были переполнены, на стенах была гнилая еда, а часть пола покрывали собачьи экскременты. Даже профессиональные уборщики не хотели это трогать. И как будто этого было мало, Чен также рассказала, что Лиза задолжала тысячу юаней по счетам. То еще преображение, правда? Когда Лиза все же появилась, она встретилась с Чен и объяснила, что квартира стала грязной только из-за ее плотного графика и якобы госпитализации за неделю до этого. Девушку принялись осмеивать в интернете. Особенно из-за унизительного фото, на котором она убирает собачьи какашки. Трудно сказать, кто поступил грязнее. Лиза или госпожа Чен? Проблемы с фильтром Вы слышали о сайте под названием DoYou? Это крупнейший стриминговый сервис в Китае как Twitch, но у него более 160 миллионов пользователей в месяц. На 20 миллионов больше, чем у Twitch. Это стало благодатной почвой для стримерши Ваше Величество Цяо Билуо, у которой было больше 100 подписчиков на DoYou. Она представлялась милой молодой девушкой, и верная аудитория обожала ее, и даже принесла более 14 500 долларов на пике популярности. Все шло хорошо, пока, как вы могли догадаться, не обрушился фасад. Популярность Цяо сошла на нет, когда во время стрима в 2019 году произошел роковой сбой. Фильтр, который Цяо Билуо использовала с самого первого стрима, исчез, и молодая звезда оказалась женщиной среднего возраста. Видимо, опытная стримерша не заметила этого, пока зрители не стали спешно покидать ее VIP-стрим. Хотя это было невероятно неловко для Цяо, в Китае более 425 миллионов стримеров, и использование фильтров лица – не редкость. Кто знает, какой из этих стримеров разоблачит себя следующим? Мошенник Хвастун Подписчикам его аккаунта оказалось, что у Рамона Аббаса было все. В своем инстаграме он хвастался жизнью миллиардера, показывая, как пьет вино в роскошных джакузи, готовится сесть в личный самолет и закупается в Гуччи. Публикуясь под ником Хашпапе, Аббас был суперинфлюенсером, настоящим ходячим символом богатства. Оставался вопрос, откуда это богатство взялось. Аббас начинал торговцем секонд-хенда, работая в городе Лагос в Нигерии, но потом все стало как-то запутано. Но явно должно было произойти что-то важное между годами Аббаса в торговле и его превращением в онлайн-богача в 2012 году. Что же это могло быть? К 2020 году чересчур показные посты Аббаса принесли ему почти 2,5 миллиона подписчиков, и ФБР стало интересно, откуда у него появились такие большие деньги. И ответ оказался шокирующим. Это был результат мошенничества на 460 миллионов долларов. Аббас создал фейковые сайты известных компаний, чтобы красть данные карт пользователей. Затем он отмывал украденные деньги через вложения в недвижимость и жил как миллиардер, хвастаясь этим в Инстаграме. Чем больше людей верило в то, что Аббас был миллиардером, тем легче было обманывать их. И когда ФБР обыскало его апартаменты в 2020 году, там нашли почти 40 миллионов долларов наличными и адреса электронной почты более 2 миллионов жертв. Разумеется, Аббас был не просто опозорен. Его ждал серьезный тюремный срок. А там своими миллионами уже особо не похвастаешься. Фейковые полеты Когда 27-летняя блогерша Оушен Эльхеймер села на рейс из Дубая в Монако, она, конечно, запостила фото в Инстаграм. Аккаунт Оушен заполнен фотографиями, где она сидит на яхтах и распивает шампанское. Билет бизнес-класса из Дубая в Монако стоит почти 3 тысячи долларов. И подписчики Оушен впечатлились, когда увидели фото, на котором она садится в первом классе. И правда, какой инфлюенсер захочет лететь эконом-классом со всеми этими обычными людьми? Оказывается, сама Оушен. Да-да. Сделав фотографию в дорогом классе, женщина вернулась в заднюю часть самолета и заняла законное место в экономе. Когда ее разоблачили, Оушен поскорее выключила комментарии под постом. Затем она заявила, что в тот день летела несколькими рейсами, один из которых был в эконом-классе. Хотя это было неловко, Оушен смогла посмеяться последней. Пару дней спустя она показала, как сидит с шампанским в бизнес-классе и заверила подписчиков, что в этот раз все по-настоящему. Впрочем, не только Оушен врала насчет самолетов. Например, такие инфлюенсеры, как Азра Миан, ее сестра Айша и Кеннеди Саймон, выкладывали фотографии якобы из личных самолетов, но они выглядели очень похоже. И не зря. На самом деле это были не салоны частных самолетов, а просто декорация в Лос-Анджелесе. Настоящий самолет стоит до 500 долларов, а декорация всего лишь 61 доллар в час. Достаточно легко выяснить, что роскошная жизнь – это подделка, но кажется, что у многих инфлюенсеров это вылетело из головы. Чайные сказки Представьте, завтра объявят о новом лекарстве, которое изменит все. Ученые говорят, что оно уменьшает вес, борется с раком, очищает артерии, уменьшает мигрени и останавливает грипп. Звучит нереалистично, да ведь? А что, если бы рекламные посты Карди Би, Британи Реннер и Джорджин Спаркс хвалили это средство? Вы бы им поверили? Даже если нет, многие подписчики наверняка поверили бы. И если бы оказалось, что все это неправда, они бы сильно огорчились, да? Пора внести ясность. Такие невероятные заявления сделали не о новом лекарстве, а о чай для детокса, созданном некой компанией Тиами Блендс. И вы наверняка догадались, что Карди Би и Британи Реннер заплатили за рекламу. Но никакой чай не может вылечить рак или очистить артерии. Такие заявления не просто ложны, а преступны, причем буквально. В 2020 году Тиами Блендс оштрафовали на 15 с лишним миллионов долларов по требованию Федеральной торговой комиссии за обман. Бесчестные производители чая могли заплатить только один из этих миллионов, а потом деньги закончились. Если у Тиами не было полезных свойств, то что они делали? Вместо очистки артерий эти чаи нехило очищали кишечник, судя по отзывам. Да, покупатели сообщали о сильной диарее, и больше никаких эффектов чая не было. Эх, это ужасно. Держитесь подальше от этого грязного чая. Все ради денег Вы знали, что у криптовалют есть свои казино? Они называются криптоказино, и, в отличие от реальных, незаконны. Но почти. Они не незаконны, незаконны. И действуют в нерегулируемой серой зоне. А потому иногда криптоказино используют для прикрытия схем быстрого обогащения. А где есть быстрое обогащение, неизбежно появляются инфлюенсеры. Криптоказино нанимают их для рекламы своих платформ и платят вознаграждения за зарегистрировавшихся подписчиков. Кроме того, они дают инфлюенсерам комиссионные, основанные на шансах проигрыша фанатов. То есть блогеры зарабатывают деньги, заставляя подписчиков ставить свои деньги. Это приводит нас к Стив Уиллдует, известному пранкеру с более чем 4 миллионами подписчиков и любовью к роскоши. Когда он не занимался розыгрышами, то стримил на втором канале, в основном как он играет в криптоказино под названием Rubet. Однако многие ютуберы заметили человека, мелькающего на заднем плане видео Стива. Известный как Альфонсо, этот мужчина оказался мультимиллионером и владельцем Rubet. Если он сотрудничал со Стивом, что было бы очень плохо, он мог быть источником богатств ютубера. В таком случае Альфонсо, которого Стив в своих видео неоднократно называет Ален, зарабатывал десятки миллионов на доверчивых подписчиках пранкера. И это еще не все. Настоящее имя Альфонсо – Ален Темис, и он также был замешан в онлайн-ставках, связанных с игрой Counter-Strike Global Offensive. Под другим ником – Aero1738 – он вел канал на ютубе, который закрыли после раскрытия мошенничества в 2016 году. Ютуберы рекламировали сайт фейковыми видео со своими выигрышами. Затаившись на пару лет, Ален вернулся в дело в 2021 году с той же самой схемой. После того, как связь Стива с Аленом была раскрыта ютубером Кофи Зилла, Стив удалил видео на своем игровом канале, которые были связаны с Рубет. То есть, все до единого. Это не совсем признание вины, но очень похоже на него. Хорошие условия Имея 321 тысячу подписчиков, Тупи Саравия из Аргентины – одна из лучших путешественниц в Инстаграме. Судя по ее постам, голубое небо, белые облака и солнце следуют за Тупи, где бы она ни была. Хорошо, что хорошая погода любит инфлюенсеров так же, как они любят хорошую погоду. Может, все не так просто? В 2019 году вокруг профиля Тупи начались споры, так как достоверность ее постов поставили под сомнение. Зоркие подписчики заметили, что голубое небо и белые облака появлялись повсюду, куда бы она ни ездила. Не просто голубое небо и белые облака, а точно такие же. Каждый раз, куда бы она ни отправлялась. Значит, она фотошопила снимки? Может быть, это не единственный ее обман? Тупи заявила, что ничего такого в этом нет. Справедливости ради, такая редактура – обычное дело в Инстаграме. Просто Тупи не повезло попасться на этом. Да и ее ошибки не настолько серьезны, как обманы других инфлюенсеров. Эти фото просто вводят в заблуждение, но заставляют задуматься, как еще она могла обманывать ради славы. Нечестный Дэн Если вы видели Инстаграм-профиль Дэна Билзериана, то знаете, что там сплошная роскошная жизнь. Билзериан – игрок в покер, бизнесмен и инфлюенсер, имеющий более 32 миллионов подписчиков. Его образ жизни – это яркая череда дорогих авиаперелетов, дорогих отелей, дорогой еды и дорогой одежды. Вы наверняка думаете, что этот парень очень хорош в бизнесе, в покере или и том, и другом. Но нет, на самом деле, у него есть трастовый фонд и наследство в миллионы долларов. Да, образ успешного мужчины – обманка. Впрочем, это не единственный источник его богатства. Ему также принадлежит компания Ignite. Продавая брендовые товары, она начала 18-й год с активами на 15 с лишним миллионов долларов, но к концу второго квартала сумма уменьшилась, опустившись ниже 6 миллионов. То есть всего лишь за 6 месяцев Ignite потеряла 9 миллионов долларов, более полутора миллионов в месяц. И, согласно сообщениям, большинство трат приходится на Дэна. Его ежемесячная аренда в 200 тысяч долларов, а также вечеринки, яхты и модели, которыми он хвастается, были оплачены кредитной картой компании. Если вы не знали, обращаться с деньгами компании как со своей копилкой незаконно, и вскоре его обвинили в мошенничестве. Виноват ли он? Пока что неизвестно. Но зато известно, что человек, оставивший Дэну тот фонд, его отец Пол Белзериан, сам был отъявленным мошенником. А яблоко от яблони падает недалеко. Каких инфлюенсеров стоит простить, а каким место в тюрьме? Поделитесь своим мнением в комментариях. И если вас обманывали в инстаграме, вы можете тоже рассказать об этом. Спасибо за просмотр!